Добрый день! Мы продолжаем занятие по предмету оборудования и электропитания. Сегодня у нас лекционное занятие номер 10. Название темы «Однополупериодный выпрямитель». Эта данная тема проходит после того, как мы с вами прошли все активные элементы выпрямителя и стабилизаторов, их вольтамберные характеристики. И еще раз напоминаем, что важность этого учебного курса в специальности радиоэлектронной оборудовании системы, так как блоки питания, вся электропитающее оборудование имеет очень большое значение, в связи с тем, что качество питания очень сильно, но сейчас увеличились требования. Ну и напоминаем, что полный курс лекций практических лабораторных занятий у нас выложен в системе модуль, и вот адрес ссылки здесь указан. Вот там можно посмотреть полный курс и лабораторных, и практических занятий, и есть типовые программы, контрольные вопросы, тестовые вопросы, глоссарии, ролики. То есть весь комплект учебных материалов выложен там. Итак, продолжаем. Номер 10. Значит, тема «Однополупериодного выпрямитель». Здесь у нас, вот, мы сегодня с вами принципиальную схему разберем, принцип работы и временные диаграммы. Приведены здесь основные элементы, которые сейчас мы с вами должны разобрать. Здесь вот маломощный трансформатор. Здесь схематическое изображение полупроводникового диода. Ихний внешний вид, то есть это вот где-то 226-е, или вот здесь даже выпрямительный мостик показан. Точечные диоды здесь есть. Вот. И вот тамберная характеристика, где мы видим, что прямой и обратный отток различаются где-то на два порядка. Ну, давайте разберем, значит, одно полупериодное. Значит, работает один полупериод. Вот мы видим, что у нас первый полупериод положительный. Он проходит, то есть подается в прямом направлении напряжения на диод, и он проводит ток. В этом случае у него, ну, где-то порядка 100 он сопротивлением. А второй полупериод, он не проходит, так у него очень большое сопротивление, и ток очень маленький. Вот мы видим, здесь уже среднее значение показано на выходе. Вот. Но, значит, как потом, то есть, проходит один полупериод, что надо сделать для того, чтобы как-то пульсацию убрать, это, естественно, поставить конденсатор большой емкость. А мы знаем, что большой емкость конденсатор, это электролитический, вот порядка 5000 микрофарад там был указан. Ну, они имеют большой объем. Вот. Ну, и давайте, значит, разберем среднее значение тока и напряжения. Чему они равны? Мы все знаем, что действующее значение равно у нас максимальное делим на корень из двух. Здесь мы, у нас получается, если мы интегрируем, что среднее значение на нагрузке, вот такое, значит, корень из двух деленный на π и на входное напряжение. Вот. Среднее значение тока на нагрузке 0,318. Где видно, что мы подаем сюда синусоидальный ток и берем, значит, второй полупериод от 0 до π. Вот. Коэффициент выпрямления. Ну, давайте. Так. Коэффициент выпрямления у нас отношение среднего значения выпрямлено, например, действующим значением входного напряжения. Вот. Ну, в данном случае это вот 0,45 он нравится. Вот. Ну, здесь мы еще должны ввести новый параметр, который называется коэффициент пульсации. Мы все знаем, что мы подаем, и у нас в сети, на синусоидальное напряжение. Но, как только мы подаем нечистую синусоиду, в этом случае мы можем, значит, разложить напряжение в ряд фурии. И мы знаем, что члены этого ряда, они уменьшаются, коэффициенты у них уменьшаются. И на самом деле работают первые три гармоники. Так вот, если взять первую гармонику, которая имеет самый наибольший вклад, вот, и посмотреть, значит, коэффициент пульсации равна отношению амплитуды низшей гармоники к пульсации среднему значению выпрямленного напряжения. То есть, вот к тому значению, которое мы на прошлом слайде получили. Здесь получается у нас для одного полупрямителя 1,57. Значит, видно, что имеется низкая эффективность пульсации. Вот, здесь приведено, значит, временные диаграммы, значит, тока на первичные и вторичные обмотки. Мы видим, что здесь вот показан максимальный ток. И средний ток, вот здесь и ноль во втором полупериоде. Видно, что он, значит, тоже имеет значение. Почему? Потому что на самом деле, если бы идеально был у нас диод, тогда этот ток был равен нулю. На самом деле, в обратном направлении диод обладает конечным сопротивлением и какой-то ток проходит. Вот, поэтому, вот то, значит, уравнение трансформации, которое, ну, для холостого тока равно, когда И1, Омега-1, И2, Омега-2. Здесь мы средний ток минусуем средний ток. Вот, вот этот средний ток, он постоянно проходит. Ну, как бы, за один полупериод, ну, вот, рассчитали, что имеется какой-то средний ток. Ну, и вот здесь показано, значит, что, ну, не до конца используется, значит, трансформатор, так как постоянное намагничивание имеется. И максимальный коэффициент использования трансформатора по мощности такой схемы не превышает 0,48. Ну, давайте заметим, что если происходит чистая трансформация синусоидального напряжения, то современный, на любой, значит, ну, скажем так, около киловатта, если у нас есть трансформатор, то КПД у него, значит, порядка 90% и больше. Вот, а здесь мы видим, что коэффициент использования трансформатора 0,48. То есть второй полупериод у нас не работает, поэтому вот имеется такой коэффициент. Что надо делать для того, чтобы, значит, вот эту пульсацию убрать? Естественно, мы можем поставить конденсатор. Мы знаем, что конденсатор обладает емкостным сопротивлением по повелевленному току. И это емкостное сопротивление, значит, ну, скажем так, уменьшается, если уменьшается, значит, частота, вот, то есть обратная пропорция. И мы знаем, что когда идёт понижение, если мы параллельно подключим нагрузки конденсатор, в момент падения напряжения и, значит, и равности этого напряжения, напряжения на обкладку конденсатора, конденсатор будет разряжаться. Так как он имеет какую-то энергосию квадрат пополам. В момент разрядки, вот второй полупериод, он будет разряжаться до значения уже второго полупериода, когда напряжение будет нарастать. Таким образом мы получим вот схему, вот, вторую схему. Ну, вот здесь приведена, значит, работа фильтров, где указано, что вот здесь, если у нас емкостное сопротивление, намного меньше сопротивления нагрузки, тогда она будет эффективно работать. И в этом случае, значит, коэффициент пульсации мы можем поднять с помощью фильтров. Ну, вот здесь видно, что омега у нас стоит в заминателе. Значит, частота, ну, как правило, у нас не превышает 400 Гц, вот, для разных видов. Ну, так стандартно, значит, 50 Гц. А здесь, С, естественно, емкость конденсатора, значит, в фарадах. Где можно использовать? Значит, так как одно полупериодное выпрямитель простое, всего один активный элемент используется, вот, можно использовать в совокупности с импульсным, значит, трансформатором. Вот. И, значит, частоты здесь, важные частоты. Вот сейчас на следующий слайд перешли. Вот поэтому можно использовать, где, ну, так скажем, нету сильных требований к выпрямленному напряжению. Вот в этих случаях, то есть, на самом деле, там, важно среднее значение, вот, а не мгновенное значение. Поэтому в таких устройствах используется одно полупериодное выпрямительное. Вот здесь приведены, значит, недостатки преимущества. Недостатка, конечно, большая пульсация, естественно, когда один полупериод только используется. На самом деле можно использовать два или три или четыре диода подключены последовательно. Если у нас, значит, напряжение, обратное напряжение, пробойное, маленькое, и тогда придется использовать несколько. Вот. Поэтому, естественно, каждый активный элемент тоже берет на себя какую-то мощность. Вот в этом плане, значит, естественно, это выгодно, потому что один только элемент. Вот. Это вот в преимуществах. Поэтому, когда, скажем, мы употребляем мостовую схему, там, четыре. Четыре и один. Разница по цене, и, естественно, берет на себя, значит, какую-то часть мощности. Вот. Ну и для того, чтобы вы закрепили наш сегодняшний материал, вот представлены здесь вопросы. Я думаю, что каждый из вас, значит, посмотрит эти вопросы и найдет уже ответ в текущей лекции. Спасибо за внимание.